Всем привет! В руке баллончик с краской, который я буду использовать для покраски деталей и все как обычно согласно инструкции его нужно трясти не менее 3 минут, для того чтобы как следует перемешать краску. Сам процесс не сложный, но до безумия нудный. Эти 3 минуты по ощущениям растягиваются как будто время замедлилось. Но из-за простоты применения краски в баллонах приходится труситься. Из плюсов это то, что не нужно потом ничего мыть и чистить, как например в случае с краскопультом. Как вариант, прицепить к баллончику хомут и использовать шуруповерт в качестве привода можно не напрягаясь перемешать краску в баллоне. Но какой смысл использовать этот способ, если получается перемешать всего один баллончик? И тут пришла в голову интересная мысль сделать миксер под несколько баллонов, чтобы вообще не напрягаться. А у меня к вам вопрос. Многие из вас слышали про криптовалюты, но знаете ли вы как и где ими можно торговать? Сейчас я все подробно расскажу. Криптоплатформа currency.com – торговая платформа, деятельность оператора которой полностью регулируется. На которой предлагаются для инвестиций и торговли известные криптовалюты, такие как биткоин, эзериум, биткоин кэш, риппл, литкоин, юсди токен, дочь коин токен и другие. Помимо криптовалюты можно инвестировать в токенизированные биржевые активы – более 2000. Токенизированные акции, токенизированные индексы, токенизированные сырьевые товары, токенизированные облигации, фьючерсы в токенизированной форме. Например, токенизированные акции Tesla, Apple, Google, Microsoft или токенизированное золото. И, конечно же, пробовать зарабатывать на разнице курсов. На криптоплатформе currency.com – одни из самых низких комиссий и выгодных условий. Они заранее предупреждают обо всех комиссиях и сборах в соответствующем разделе на сайте. На криптоплатформе существует отдельный обучающий раздел с полезными материалами для новичков – активный YouTube и Telegram-каналы с новостными публикациями и анализом рыночной ситуации. Если вы и близко не понимаете, как работать на таких площадках, для этого есть возможность торговли на демо-аккаунте, который имеет тот же функционал, что и реальный аккаунт. Также существует полнофункциональная мобильная версия торговой платформы currency.com. Ее можно скачать из онлайн-магазина, приложений iOS или Android. И еще одна приятная новость. Сейчас проходит акция «Пригласи друга», оба получите бонус. Ссылки на надежную криптоплатформу и описание рекламных акций, которые сейчас проводятся, я оставлю в описании под видео. Из листового металла в наличии есть двойка. Вот из нее я решил делать основу. Вырезаю лист прямоугольной формы, после чего нужно будет разметиться под отверстие. Начало есть. Следующий этап – это чашки под подшипники. Тут придется немного поработать на токарном. Делал специально под свободную посадку, иначе во время сборки-разборки подшипники извлекать будет очень непросто. А чтобы по итогу их плотно фиксировать, сверлю в торце отверстия под винт М4. После все чашки можно приваривать к листу основания. Приварил, и что меня беспокоит в последнее время, так это моя старая сварочная маска. Служит верой и правдой многие годы, но уже бывает иногда подглючивает, особенно на тик сварки. В общем, решил поменять маску на новую и не терпится поделиться эмоциями от новой покупки. Маска от бренда Vittles, модель Professional. Отличие от классических вариантов масок – это панорамное защитное стекло огромных размеров. Под боковое зрение также предусмотрены затемненные стекла, что придает дополнительный кругозор при работе. Панель управления вынесена наружу в верхнюю часть маски. Для сравнения размеров защитного стекла показываю старую маску и потом новую. Разница очевидна. На словах не передам, но если коротко, маска в работе обалденная. Далее выкладываю велосипедные звездочки одного размера и лишь одна ведущая будет поменьше. Чтобы сделать крепление на звезды, взял листовой металл и подходящую по размеру коронку. Мне понадобится шайба большого размера. После необходимо приварить по одной шайбе к каждой звездочке. Немаловажно, теперь увеличивая диаметр отверстия, чтобы оно было четко по центру. Болты на 8 шляпкой чуть не подходят по размеру к отверстию, придется слегка сточить грани. Теперь же оттолкнувшись от ровной поверхности, я выставляю детали и свариваю. Все готово. Болты приварены за исключением малой звезды. Там я приварил гайку. Как я не старался, при сварке повело сопряженные детали и получилось, что звезды теперь восьмеркой. Но тут выход один. Накручиваю удлиненную гайку, дополнительно поджимаю обычной и все это дело зажимаю в кулачки патрона. Прокручивая патрон, сразу понятно, где нужно подрихтовать и все становится на свое место. Также мне потребуются дистанционные скулки небольшого размера. Основные детали подготовил и теперь можно собирать. Сборка первой звезды показала, что вращение беспроблемное и люфт отсутствует. И потом приступаю к остальным. Далее нужно приварить хомут для трубы подходящего диаметра под баллончики. Снимаю шпильку и уплотнительные резинки, они мне не понадобятся. Остается выставить гайку на шляпку болта и сварить их вместе. Малую звезду пока еще не устанавливал, потому как решил сделать сначала натяжитель. Из капролона вытачиваю под него ролик. Под ролик понадобится планка, которую я сделаю из полосы толщиной в 3 мм. В одно из отверстий вставляю отрезок шпильки и привариваю. Теперь натяжитель можно собирать и монтировать на основании миксера. Далее сборка малой звезды, точнее его крепления. Большая половина работы позади, но еще не решен вопрос с креплением привода, который будет вращать малую звезду. Детали буду вырезать из остатка листового в тройке, жесткости которого для привода будет предостаточно. Для стыковки двух деталей буду использовать сварочный магнит. На гриндере убираю заусенцы и скругляю края. Также делаю подпорку с вырезом округлой формы под корпус привода. Теперь сам привод, в роли которого будет выступать шуруповерт. Чтобы не промахнуться при сборке, решаю по месту прикинуть детали и только потом их сварить. Крепление одел на шуруповерт и зажимаю шпильку-болтав кулачки патрона. Вижу, что края крепления чуть не дотягиваются, чтобы их можно было приварить. Это не проблема, можно использовать проставку и убрать ненужный мне зазор. Приварил и теперь все как положено. В качестве упора под кнопку будет обычный болт. При первом испытании показало, что все работает. Что еще смущает, так это жидкое основание, которое легко продавливается. Занес 15-ю квадратную трубу и сделал три отрезка на всю длину прямоугольного основания. Располагаю с обратной стороны, хорошенько прижимаю струбцинами и привариваю. Вроде все готово, за исключением того, что пока еще отсутствует цепь. Наличие пара цепей, валявшихся где-то в кладовке и успевшие немного поржаветь. Снимаю замки, потому как цепи еще придется между собой соединять. Но прежде, думаю не лишним, будет вымочить их в солярке. Пока они отмокают, можно сделать крепление под анкера, используя остаток полосы. Приварил крепление и можно приступать к монтажу цепи, с которой еще нужно будет определиться по длине. Сначала соединяю края между собой замком. Продеваю между звездами и змейкой для максимального зацепа зубьев цепью и определяю нужную длину. Натяжитель пока еще не работает как нужно из-за отсутствия пружины. Но сначала нужно приварить зацеп в виде одной гайки и одного подрезанного болта. Миксер повесил на стену и прикрепил баллончики. Смотрится уже интересно, остается посмотреть, как он покажет себя в работе. Скорость вращения выставляю небольшую, чтобы шарики в баллончиках успевали падать, тем самым перемешивая краску. Замена баллона не занимает много времени. Достаточно послабить винты и вытащить его для использования или поставить другой. Интересно почитать ваши комментарии насчет сегодняшнего изобретения. Лично я таких миксеров нигде не видел и эта идея давно кружила в мыслях. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. До новых самоделок. Всем пока. Продолжение следует...